15 февраля исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через эти страшные испытания прошло порядка 550 тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 15 тысяч российских воинов погибли на чужой земле. Несколько сотен человек пропало без вести. Это были самые большие потери советской армии со времён Великой Отечественной войны. По мнению Олега Шатохина, ветерана боевых действий в Закавказье, Афганистане и Чечне, это были важные для страны годы. Я глубоко влез обратно в документы, бывшие совсекретные документы, как принималось это решение о вводе войск в Афганистане. Вы поймите, что на декабрь месяц 79-го года обстановка в Афганистане такая была, что мы не могли не ввести туда войска. 70% Афганистана было уже занято оппозицией. Уже на протяжении нескольких лет Олег Шатохин выступает с авторским художественно-патриотическим моноспектаклем «Время выбрало нас». На сцене в единое смысловое полотно соединяются песни под гитару, стихотворения, фото и видеоматериалы, воспоминания о военных буднях и боевых товарищах. Олег Шатохин посвящает такие моноспектакли Великой Отечественной войне, событиям в Чечне. На этот раз темой и стала Афганская война. Где-то орден купил, насыпил, и похвалишься людям, сам такой молодой, только совести грамма не будет. В программе моноспектакля прозвучали музыкальные композиции собственного сочинения и песни военных лет. Ветеран рассказал о себе, о своем боевом пути, сделал экскурс в историю и объяснил, почему развязалась война в Афганистане. Моноспектакль затрагивал темы смелости и подвига, истинных ценностей, силы духа и героизма. На мероприятии были военнослужащие, школьники, студенты, участники молодежных объединений, воспитанники военно-патриотических клубов. Эти ребята, сидящие в зале, должны понять, что они будущие герои нашего Отечества. Если придут лихие времена, вот такие, как сегодня, раньше я говорил, придут лихие времена, и они станут на защиту нашей. Вот они пришли. И уже очень многие, с которыми я когда-то проводил мероприятия, они уже давно стоят на защите Отечества. В том числе, например, мой старший сын, который уже два раза там воевал. У всех участников мероприятия была возможность посмотреть и подержать в руках настоящее оружие. Написать пожелания бойцам СВО и поздравить их с наступающим 23 февраля. От лица всего подрастающего поколения города Сарова, от лица движения Юнармия, желаю вам не унывать, верить в победу и знать, что мы будем впереди с праздником. Я хочу пожелать нашим защитникам вернуться домой живыми, вернуться домой с победой. Я хочу пожелать участникам СВО вернуться домой здоровыми и большой победой. Я хочу пожелать нашим бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, самое главное – здоровья, мужества, гордости за свою родину, побольше силы духа и самое главное – возвратиться домой. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.